Рады вас приветствовать на нашем предсезонном вебинаре. Мы решили его провести так, как не за горами повышение температуры. В многих территориях уже появилось долгожданное солнышко. Кто-то уже проводит какие-то работы, связанные с зерновыми культурами. Кто-то сеет горохи, льны и тому подобное. И не за горами посевная кампания по подсолнечнику. Для того, чтобы избежать тех вопросов, которые ежегодно возникают в течение вегетации, мы решили провести вебинар и говорить не о том, как нужно делать и как это правильно, а больше мы хотели бы сказать о тех ошибках, которые чаще всего допускаются даже опытными агрономами, с которыми вы сталкиваетесь. И прежде всего, конечно же, хотели рассказать о том ассортименте гибридов компании Syngenta, потому что я рад. За последние два года компания Syngenta усилила свой портфель и расширила такие направления, как сульфа-сегмент, добавились гибриды для производственной системы Cleofield+, Cleofield, классические гибриды, то есть на все основные сегменты, которые сейчас есть представлены на рынке. Для того, чтобы начать наш вебинар, я хотел бы сказать о правилах работы на данном вебинаре. Вы видите у себя вкладку «Вопросы». Сюда вы можете в течение, получается, вебинара задавать интересующие вопросы, мы будем отвечать на приходящие вопросы. Те вопросы, которые мы не ответим в течение семинара, мы ответим в конце на сессии вопросов и ответов. Те вопросы, которые потребуют от нас дополнительного изучения информации, мы ответим уже после вебинара. В чат, как вы видите, он отключен, поэтому просим вопросы задавать в данном направлении. Для того, чтобы понять, в каком направлении двигаться, в каком направлении, если вы еще не выбрали те или иные гибриды, мы попросили выступить портфолио менеджера по семенам подсолнечника на территории России и странах Казбек, Тимошенко и Игоря. И он расскажет об основных, получается, гибридах, которые входят в наш портфель, а также о новинках, которые компания «Сингента» зарегистрировала. Игорь, прошу тебя. Спасибо, Ваня, что представил. Еще раз, Тимошенко и Игорь. Я портфолио менеджер по гибридам подсолнечника в компании «Сингента» в России и Казахстане на данный момент. У меня есть возможность переключать слайды? А, есть, отлично. В первую очередь, спасибо за большую честь представить наш портфель, так как он самый, наверное, действительно самый сильный в России портфель гибридов подсолнечника. И второе, подсолнечник – это наша страсть наших спикеров, которые сегодня выступают. Вот, поэтому хотел бы обратить ваше пристальное внимание на актуальный портфель гибридов подсолнечника компании «Сингента». Здесь на таком условном слайде вы можете посмотреть группу спелости, технологическую группу гибридов. Вот здесь все разделено по продуктам. Вот, например, снизу вверх – это группа спелости. То есть здесь дни убрали с точки зрения относительности всех вообще данных, потому что, как вы понимаете, что один и тот же гибрид, который посеяли, например, в одно время в Краснодаре и Башкортостане, может созреть с разницей там до трех-четырех недель. Поэтому группа спелости – это понятие относительное. Вот, но тем не менее общепринятые значения, например, для раннеспелых – это 108 дней, среднеранних – 112 и так далее, а 116 и 120 соответственно для среднеспелых и среднепоздней. По группе технологической здесь у нас довольно-таки серьезные улучшения последнего пять лет произошли в портфеле, и можете выбрать гибрид зависимо от ваших условий и предпочтений выращивания подсолнечника. Как высоколиновые, так и линолевые гибриды по типу масла, вот, и также любую техническую особенность, да, любой гибрид под любую технологию производства. Это классическая Clearfield, Clearfield Plus, либо сульфогибриды, то есть гибриды, которые адаптированы для гербицеда экспресс-компании FMC. Здесь остановлюсь немножко подробнее чуть позже. Вот, но, естественно, чем позже группа спелости у гибрида, тем физиологически растение может дать больше урожая, это всегда нужно помнить. Вот, но, тем не менее, из-за погодных рисков, из-за июльской жары, из-за невозможности раннего сева и так далее, очень часто приходится выбирать среднеранние или даже раннеспелые гибриды. Вот, поэтому, наверное, вы уже заметили, что сначала, наверное, на этапе становления сингентой, как компания, которая занимается профессиональными гибридами подсолнечника в России, делали ставку на самые высокопродуктивные гибриды. Это гибриды Edison, Bacardi, Kupawa, La Scala, Brio, Condi, Neoma и так далее. То есть это гибриды, которые составляли костяк нашего портфеля вот последние 10-15 лет. Вот, потом компания, насыкив уже такой, уже высокоинтенсивный сегмент, перешла на сегмент максимально засухоустойчивый и заразихоустойчивый, и вообще гибриды, которые адаптированы к не самым благоприятным условиям выращивания. Вот, например, Колумбия, Алькантара, Санай, Розета, Сузука, Суматра и так далее. То есть это гибриды, которые максимально себя хорошо чувствуют в самых экстремальных условиях выращивания. И последнее направление, в котором мы сейчас движемся, это основное, да, конечно, пути развития портфеля у нас самые широкие на рынке, вот. Но основное сейчас развитие портфеля – это насыщение раннеспелыми гибридами. Вот, как вы уже видели или слышали, что компания «Сингента» последний год, то есть вот в конце 2020 года мы получили регистрацию гибридов «Суоми» и «Авенджер» и также «Суберика». Да, но вот «Авенджер» и «Суоми» – это те гибриды, которые действительно нужны были не только нам, да, как производителям семян посолочника, но и сельхозпродтоваропроизводителям, которые ищут максимальный потенциал при ранней группе спелости. Ну и также гибрид «Суберик». Вот это уже среднеспелый сульфогибрид, который адаптирован ко многим условиям, и к хорошим, интенсивным, и к условиям засухи. И также мы проверяли гибрид в 2020 году в демо-площадках, на мелкоделяночных научных испытаниях. И в отличие от других сульфогибридов, корзинки у «Суберика» на юге не подгорали. То есть это еще один признак того, что гибрид можно возделывать в самых сложных условиях. Вот, помимо того, гибрид устойчив к заразихе 1 и G. Вот, ну, об этих гибридах трех я поговорю чуть подробнее, да, вот. И хотел бы тоже напомнить про гибриды, которые были зарегистрированы последние 2-3 года. Вот это «Сузука» гибрид, да, первый сульфогибрид устойчивый к заразихе у «Сингенты». Вот «Си-Розетта КЛП» – это «Клиарфил плюс» гибрид, дающий двойной контроль заразихе, да, как, с одной стороны, вы контролируете заразиху методом химического контроля, используя гербицид, и также имея сильный генустойчивость к заразихе в генотипе гибрида. То есть, вы будете защищены даже от вторичного заражения с заразихой. Вот, и то же самое можно сказать про «Дункан». Но «Дункан» он более интенсивный по сравнению с «Розеттой», вот, и одновременно он немножко… Также гибрид «Алькантара» из классики мы зарегистрировали уже 2 года назад, но, тем не менее, гибрид нашел в себе очень широкое применение буквально там за 1-2 сезона, так как гибрид дает максимальный урожай при экстремальных условиях, но в то же время не пасует, если условия сложатся более благоприятные. Гибрид «Сичестер» – это раннеспелый гибрид, первый в нашем портфеле гибрид, который может показать, что у «Сингента» есть максимальная устойчивость к заразихе. То есть мы говорим уже о заразихе расы G+. То есть это уже больше, чем традиционные гибриды. И также вот хотел бы перейти более подробно на новинки этого сезона, сезона 2021, и начну с гибрида Sea Avenger. Первое – это Clearfield гибрид и один из первых гибридов универсального типа. То есть, как вы, наверное, помните, мы классифицировали гибриды как интенсивные, экстенсивные и промежуточные умеренного типа. Но гибрид Avenger – это действительно гибрид универсальный, и, возможно, мы заменим наши ранние Clearfield гибриды одним гибридом Sea Avenger. Почему? Потому что гибрид ведет себя как высокоинтенсивный гибрид в очень хороших фертильных условиях выращивания, потом очень хорошо себя ведет даже в условиях Западной Сибири, там, где бедные почвы, к примеру, либо в Ульяновской области, там, где субпищаные почвы, небогатые минеральным составом. Avenger показывает себя на уровне хороших экстенсивных гибридов. И в то же время на юге и на юге Поволжья Avenger себя проявляет как гибрид максимально устойчивый к неблагоприятным условиям возделывания. Поэтому вместо того, чтобы выбирать, какой гибрид посеять и угадывать, какие будут погодные условия у вас складываться во время вегетации, можно выбрать гибрид Avenger, который приспособится практически к любым условиям. И в то же время гибрид дает, во-первых, высочайший уровень урожайности на уровне среднеспелых гибридов. То есть это действительно ранний гибрид, который может дать урожай на уровне гибрида инканиома. Как я уже говорил, это гибрид дает двойной контроль заразихи, контролируя рассеяние паразит и со стороны химии, и со стороны генетики внутри. И также обратите внимание, что масличность у гибрида, как и традиционно у гибридов компании Сингента, находится на высочайшем уровне. Есть пара фотографий с полей 2020 года. Это мелкие делянки. И у нас таких участков по стране сейчас на уровне 29 штук. То есть мы действительно проводим широкомасштабные испытания и можем говорить, что данные являются более чем релевантными, на которых мы основываем свои выводы. Во-первых, на севере ареаловозирования подсолнечника гибрид не поражался с клеротинией корневой и прикорневой формы. Это дает нам уверенность того, что гибрид не будет ни полегать и сформирует достойный урожай. На фотографии чуть ниже, слева нижняя фотография, не знаю, видно мой курсор или нет. Наверное, нет. Можете видеть, насколько гибрид быстро созревает. Вот, например, вокруг делянки там еще зеленые корзинки. То есть гибрид находится в массиве средне-ранних гибридов. Но, тем не менее, он созревал одним из самых ранних. Также гибрид является выровненным. Дружные всходы, дружное цветение, дружное созревание. То есть действительно то, что нам сейчас необходимо и сельхозтоваропроизводителям в том числе. И даже в локации Морозовск, Ростовская область, там, где самая высоковеролентная раса заразихи, гибрид высевался без применения гербицида Каптора и проявлял себя на достойном уровне и практически не поражался заразихой. Вот это дает нам уверенность того, что если мы еще обработаем гербицидом Каптора, то мы не будем видеть заразиху даже в самых высоковеролентных заразиховых зонах. Так, дальше. Гибрид СУОМИ HTS. Общая аббревиатура HTS, это она применима ко всем сульфогибридам компании Сингента. Это гербицид толерант самфлауэр, гидогербицид, гидосомочник устойчивый к гербициду. Опять-таки обратите внимание, что это новое направление, направление универсальной адаптивности гибрида. Тут здесь немножко ошибка. Тут это не Clearfield плюс гибрид, это гибрид сульфа, оптимизированный для гербицида экспресс компании FMC. И есть определенная тонкость, что сульфогибриды, точнее гербицид экспресс не контролирует заразиху. Немножко сдерживает, до недели, максимум 10 дней, может сдерживать развитие заразихи. Но сам по себе гербицид не контролирует заразиху. Поэтому наличие геновыстойчивости заразихи здесь очень актуально. И у Суоми устойчивость заразихи именно расы G. То есть это очень хорошая устойчивость на уровне гибрида Ласкала, Купава, Арка и так далее. Также гибрид гомозигодного типа. Так как компания пошла в свое время на путь внедрения именно гомозигодных гибридов, когда оба родительских компонента устойчивы к гербициду экспресс компании FMC. Что нам это дает? Дает уверенность в том, что при человеческом факторе либо при перекрытии обработки мы не будем наблюдать фитотоксичность от гербицида на культуре. И также масличность традиционно на высочайшем уровне. То есть два гибрида Sea Avenger и Суоми это гибриды для производственных систем, соответственно. Там Clearfield, здесь Суоми для гербициды экспресс, но оба гибрида ранние, устойчивые к заразихи расы G и универсального типа. То есть гибриды прекрасно себя показывают в практически любых условиях, как на юге, так на севере. Или даже в высокоинтенсивной зоне России. По фотографиям слева направо первое компактное растение, то есть они, можно сказать, даже похожи между собой в поле. То есть и Avenger, и Суоми имеют компактное растение. Также можете наблюдать полувертикальное положение корзинки, что обеспечивает сход влаги при дождливой погоде. То есть влага не будет скапливаться в корзинке. И также на фоне других гибридов, которые еще, да, на фоне там средняя-нижняя фотография, еще на фоне гибрид среднеспелый, или среднеранний, я точно не помню, но он еще зеленый, еще находится на фазе восковой спелости, в то же время, как гибрид Суоми уже можно убирать при влажности 7-8%. И также сам по себе гибрид очень привлекательный, отличные, блиственные растения, не поражаются патогенами. То есть действительно, и первый, и второй гибрид, это прорыв вот в нашей селекции и находится сейчас на апогее нашего развития. То есть что один, что второй гибрид, это универсальное решение для всей страны, что для юга, что для севера, что для засухи. То есть практически можно быть уверенным в том, что даже если сложатся непредвиденные обстоятельства в полях, вы сможете получить хороший урожай. И третий гибрид, который зарегистрировали, точнее мы зарегистрировали в этом году пять гибридов, но по определенным причинам вынуждены коммерциализировать только три из них. И третий гибрид, это Subiric HTS. Опять здесь проблемка, здесь Clear Fill Plus указана. Наверное, это не та версия презентации, что нужно показывать. В любом случае, пожалуйста, обратите внимание, что Subiric, это гербицид, это гибрид для применения гербициды экспресс-компании FMC. И мы дали ему слоган «Надежный Сульфа-партнер». То есть, смотрите, например, у нас первый гибрид Сульфа, который зашел в портфель, был гибрид Сумика, и ареал возделывания у него был достаточно ограниченным. То есть, с одной стороны, мы не могли идти на север из-за среднеспелой группы спелости, то есть, не всегда получалось вызревать. С другой стороны, мы не могли идти на юг, там, где присутствуют высоковирулентные расы заразихи. И за счет гибридов Суоми и Субирик мы существенно расширяем ареал возделывания сульфагибридов. То есть, с помощью гибрида Суоми мы можем идти на север, так скажем, условно, в условия, где нужен ранний гибрид. И Субирик и Сизуко, в том числе, и Суматра, мы можем идти на юг или на юг по Волжье, там, где нужен гибрид, максимально устойчив к плохим условиям и к заразихе в том числе. И также гибрид Субирик обладает самой высокой устойчивостью к заразихе среди сульфагибридов компании Сингента. Так, ну, у меня вроде время все вышло, вот поэтому спасибо за внимание, вот передаю слово коллеге Владимиру Неботову, вот представьте себя, пожалуйста, Володь. Я предлагаю, ребят, остановиться немножко, о чем я хотел сказать и представить также Владимира, спасибо большое, Игорь, за вводную часть, за портфель. Я забыл сказать, да, сейчас, хорошо, Вань, спасибо, что напомнил, да, это должен был сказать я, на самом деле, да, то есть в конце нашего вебинара мы предоставим вам информацию о текущей акции, о текущей компании, называется операция Пересев, то есть компания Сингента понимает трудности этого сезона, то есть на текущий момент по разным территориям не перезимовка базимых культур достигает от 10 до даже 40 процентов в некоторых регионах. И чтобы пойти навстречу своим партнерам, своим клиентам, компания запускает специальную компанию для того, чтобы создать комфортные условия приобретения определенного вида продуктов, определенных продуктов. И что будет себе представлять? Это ваучер 500 рублей дополнительный на приобретение трех гибридов вот о них мы чуть позже поговорим. Потом возможность стопроцентной срочки платежа и также участие в программе Агриклайм это разделение погодных рисков с компанией Сингента. Это не совсем страховка, но при наступлении определенных условий погодных, там засуха либо жара, то есть сохранение высоких температур в течение какого-то периода, компания готова предоставить возврат инвестиций до 35% на семена. Но об этом чуть попозже в конце вебинара. Поэтому спасибо за слово и напоминание Володь. Продолжай. Спасибо большое. Игорь, теперь мы переходим, Игорь нас осветил, какие именно гибриды входят в состав портфеля компании Сингента. И здесь, конечно, плюсы и минусы есть у каждой из технологий или сегмента. И выбор того или иного сегмента, он, конечно, зависит от ситуации в поле. Но как правильно посеять, чтобы меньше допустить ошибок и для того, чтобы мы реализовали наш потенциал гибридов максимально, расскажет Владимир Неботов. Спасибо, Иван. Коллеги, меня слышно? Меня слышно? Да, да, отлично слышно. Хорошо, спасибо. Были какие-то сложности с подключением. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Неботов Владимир. Я являюсь техническим экспертом по подсолнечнику в компании Сингента. Все верно. Спасибо ребятам. Они рассказали вкратце о том, что включает в себя моя презентация. На самом деле мы просто хотим вам напомнить. Вы все эти правила, наверное, ошибки и сложности при посеве знаете. Единственное, мы хотим просто напомнить вам о том, что не стоит забывать о каких-то моментах, связанных с посевом, дабы увеличить или, так сказать, позволить гибриду раскрыть свой генетический потенциал. Так, а как же здесь переключать? Расскажите мне, пожалуйста. Снизу есть стрелочки на правой листой. Все, получилось, отлично. Итак, не секрет ни для кого, что качественно и верно произведенный посев, он может обеспечить до 70% залога успеха в получении урожайности. Но для повышения вероятности раскрытия данного потенциала гибридов необходимо соблюдать ряд основных правил, и о них не стоит забывать, потому как это является важным аспектом. Вот о них мы сейчас сегодня немножечко и поговорим. Основные правила посева, что же они в себя включают? Мы с вами прекрасно помним, что мы сеем на глубину 5-6-7-9 сантиметров, мы располагаем семена в посевном ложи в зависимости от наличия влаги в почве. Безусловно, одним из лимитирующих факторов это является влага, о чем мы сказали, температура, естественно, качество посева это скорость посева и равномерность распределения семян по глубине и между собственно говоря растениями. Безусловно, температура почвы, как вы все знаете, подсолнечек начинает прорастать при температуре от 8 градусов и выше на глубине заделки семян. Соответственно, при обеспечении в данном слое влаги. Оптимальное развитие подсолнечника начинается от 10 до 12 градусов. нужно не забывать о скорости посева. Самая ошибка часто наблюдаемая мною это увеличение скорости. Безусловно, мы все понимаем, что чем быстрее мы отсеемся, тем скорее мы перейдем к другим агрооперациям, но это не всегда правильно. Да, безусловно, есть сейлки, которые позволяют сеять при скорости 12-14 километров в час, но мы сейчас говорим о стандартном посеве, о стандартных сейлках. Необходимо также следить за состоянием посевного оборудования до начала сезона. Безусловно, мы сейчас об этом поговорим еще, и, естественно, нужно соблюдать равномерность определения как глубины заделки семян подсолнечника, так и расстояние между семянками, а именно нормой высева или точности высева. Ну, начнем, наверное, состояние посевного оборудования, на что в первую очередь нужно обращать внимание еще зимой. Мы с вами должны обратить внимание в первую очередь на, если сейлка естественно пневматическая, как их большая часть, мы должны обратить внимание в первую очередь на состояние пневматической системы, то есть у нас не должно быть дисков. Зачастую из практики могу сказать, что состояние высевающих дисков является одной из проблем при качественном посеве подсолнечника. Мы знаем, с вами есть несколько типов высевающих дисков, есть металлические, есть пластиковые диски, если с металлическими все понятно, их можно поменять, то с пластиковыми есть еще одна дополнительная сложность, при трении пластиковые диски вызывает статическое электричество, что в свою очередь может привести к хаотичному прилипанию семянок к отверстиям. Как с этим бороться, мы с вами знаем, то есть это применение либо талька графитовой смеси, либо есть еще вариант подешевле, это периодическое промывание дисков мыльным раствором воды, для того, чтобы снять статическое напряжение. Это что касается сейлок. Дальше мы с вами перейдем к не менее важному аспекту, это выбор густоты. От чего может зависеть выбор густоты высеваемого вами гибрида? Есть основные пять факторов, на которые нужно обращать внимание. Это влагобеспеченность почвы, а именно залегание продуктивной влаги в почве, интенсивность гибрида, то есть типовой интенсификации, реакция гибрида на разряжение или наоборот на загущение, сроки посева и технологические карты уходных мероприятий. На данной фотографии вы можете видеть пример нашего нового гибрида Честер, то есть посеянных в разных густотах в 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч, 70 тысяч, и я думаю здесь у нас наглядно видно при какой густоте стоит или не стоит высевать гибрид. Наши исследования компании Сингента показывают, что наиболее оптимальной нормой высева является густота к уборке от 40 до 60 тысяч растений на гектаре. Но важно помнить одно, для получения рекомендованной густоты стояния к уборке необходимо учитывать, что в неблагоприятных условиях полевая всхожесть семян всегда будет ниже лабораторной на 20-25%. Кроме того, не стоит забывать и о барановании, кто применяет баранование, что часть растений безусловно вы потеряете при повсходовом барановании. Поэтому если в вашей практике применяется повсходовое баранование, рекомендуется увеличить норму высева, на 15-30%. Это связано именно с моментом травмирования или повреждения растений при барановании. Кроме того, нужно отметить, что в зонах с ограниченным периодом вегетации, это северные ареалы возделывания подсолнечника в нашей стране, применяется практика искусственного загущения посевов путем увеличения на порядка 5-7 тысяч надбавки к норме высева на 5-7 тысяч для того, чтобы увеличить густоту стояния растений и, соответственно, так сказать, смоделировать, наверное, искусственную конкуренцию между растениями за влагу. Выбор густоты. Наиважнейший, наверное, также фактор, о котором мы с вами только что проговорили, но здесь я привел вам табличку, которая поможет вам выбрать оптимальную густоту под вашу зону с гибридом компании Сингента. Здесь вы можете увидеть гибриды компании Сингента. Я сейчас не буду подробно о ней говорить. Если вам будет интересно, вы ее всегда сможете найти. Я обращу внимание вот на что. Условно можно разделить содержание продуктивной влаги в почве на три уровня. Это недостаточный уровень, менее 130 миллиметров, умеренный 130-160 миллиметров и достаточный уровень влагообеспечения это свыше 160 миллиметров в метровом слое. Но нужно отметить вот что. Запас продуктивной влаги в метровом слое это наиболее частый встречающийся анализ в практике. Однако научное сообщество нам говорит о том, что правильнее наверное все-таки определять уровень залегания продуктивной влаги в слое от полутора до двух метров. То есть мы с вами помним, что корневая система подсолнечника способна достигать три метра и более в глубину. Сейчас мы с вами обсудили вопрос связанный с как надо и теперь мы поговорим что бывает какие ошибки чаще всего встречаются в поле и как с этим бороться. Регнистость почвы или недостаточно правильная подготовленная почва перед посевом подсолнечника. То есть на верхней части я слайдик разделил так на две части визуально чтобы в верхней части мы видим что есть причина и ниже мы с вами увидим последствия к чему приводит такая причина. То есть мы с вами видим неравномерно подготовленное поле для посева подсолнечника. То есть грибнистость при обработке почвы она может приводить к неравномерной и быстрой потере влаги что в свою очередь естественно будет провоцировать рваные или неравномерные всходы как мы с вами видим на нижних фотографиях. Какое решение здесь? Все очень просто это качественная обработка почвы весной и естественно не стоит допускать посева подсолнечника в недостаточно хорошо выровненную почву. Скорость посева это отдельная история которую я упоминал уже чуть выше теперь я хочу вам показать подробности то есть этой причины или этой ошибки которую часто допускают товаропроизводители опять же верхние фотографии расположение семянок на данной фотографии вы можете видеть кукурузу поставил кукурузу просто для того чтобы видно было потому что подсолнечник будет плохо заметно поэтому укуруза принцип не меняется то есть увеличение скорости посева в совокупности возможно где-то недостаточно правильно подготовленной почвой ведет к тому что сейлка начинает немножко прыгать то есть мы это с вами замечали и соответственно сошники заделывают семена на различную глубину мы с вами видим что одна семянка находится на глубине 7 сантиметров другая на глубине скажем 3 сантиметров вопрос где залегает почвенная влага какая семянка как вы думаете быстрее выйдет та которая находится на 7 или та которая находится на 3 сантиметрах неизвестно потому что мы не знаем уровень залегания влаги то есть именно влажного горизонта почвы мы с вами помним что семена нужно заделывать на 1-2 сантиметра ниже пограничного горизонта влаги для чего чтобы это было не очень глубоко но это было во влажном слое обязательно если мы говорим о легких почвах песчаных почвах свупесчаных почвах то естественно нужно на 2-3 сантиметра ниже границы влаги закладывать семена почему потому что в таких легких почвах влага уходит быстрее и собственно говоря посмотрите что это яркий пример к чему приводит такое неравномерное по глубине неравномерной по глубине заделка семенок то есть мы с вами видим один проросток у нас вышел на поверхность второй еще находится под поверхностью к чему это приводит безусловно это приводит к рванным всходам а это соответственно задержка в вегетации некоторых растений и соответственно вы получаете к уборке уже растения которые имеют разную влажность то есть это естественно будет повышать влагу вам и вам придется либо проводить десекационные мероприятия либо ждать пока основной массив весь высохнет настройка отсекателей немаловажный фактор и как показывают в практиках часто хозяйство игнорирует этот момент почему потому что ну в силу ряда причин это приводит в первую очередь к появлению двойников тройников и так далее ну казалось бы да больше растений на гектаре больше урожайность а нет не получается так потому как больше появление двойников и тройников создают просто конкуренцию между двумя растениями близко расположены друг к другу соответственно они начинают бороться конкурировать друг с другом за почвенную влагу за элементы питания и в итоге получается что ни одна ни одна ни одно из растений не дает достаточно высокой высокой выраженности кроме того есть еще здесь и экономический момент связанный с количеством высеянных семян то есть это увеличение нормы высева семян которые не контролируются уже нами и соответственно это дополнительные затраты на гектаре если мы говорим о небольших хозяйствах то это возможность вернее невозможность а риск того что вам просто не хватит семян досеять поле и тогда придется либо чем-то досевать искать бегать и так далее а посевные сроки вы сами знаете у нас очень сжатые ну и момент опять же связанный с неравномерной по глубине расстановкой семян то есть на данной фотографии вы можете видеть одно растение взошло нормально мы видим хорошие отличные семидольки другое растение находится в этом же ряду но оно уже начало загнивать соответственно оно скорее всего погибнет и мы с вами можем увидеть несколько позже вот такую картину какое здесь решение не увеличивать скорость посевного агрегата помним что оптимальная скорость сева составляет от 5 до 8 километров в час для стандартных сейлок поэтому опять же нужно помнить что есть сейлки которые способны сеять с более высокой скоростью но мы сейчас о них не говорим нарушение густоты стояния посева это извечная проблема посеять погуще посеять пореже на самом деле тут вопрос более глубокий здесь нужно понимать во-первых какой вы используете гибрид какая у вас зона влагобеспечения какая у вас сейлка тут очень много факторов которые нужно учитывать соответственно загущенный посев может приводить у нас к полиганию то есть а это потеря урожайности от 5 до 50 процентов и напротив если мы слишком редко высеваем то есть делаем небольшую густоту соответственно мы можем увидеть с вами переросшие растения то есть активное развитие вегетативной массы и небольшие корзинки которые собственно говоря имеют недоналитые семена что безусловно с ним может снижать урожайность от 5 до 20 процентов что нужно делать обращать внимание от чего зависит густота стояния как мы немножко говорили выше это особенность гибрида это влагообеспеченность зоне и интенсивность выбранного вами гибрид наличие уплотнения в грунте является тоже одной из распространенных проблем на сегодняшний день из чего она может появиться во-первых первое это очень глубокая культивация предпосевная и вторая проблема это культивация вне готовых вне неспелую почву можем так выразиться соответственно при глубокой культивации может приводить к неправильному формированию посевного ложа и как следствие чрезмерной потери влаги а это уже в свою очередь может приводить к плохому вернее также может приводить к плохому контакту семени с почвой и соответственно сходы у нас будут как вы уже видели фотографию это я вам покажу уже ранее принцип такой же что же касается культивации в недостаточно спелую почву мы с вами можем просто переуплотнить дно посевного ложа и это может привести к деформации корневой системы соответственно мы с вами должны понимать что если корень идет сразу вниз идет в сторону потом уходит вниз ищет себе место он растение дополнительно расходует запас питательных веществ которые есть в семени и соответственно будет задержка во всходах и в развитии это безусловно нужно помнить какое здесь решение это проведение предпосевной культивации относительно предполагаемой глубины заделки семян и соответственно нужно обращать внимание на оптимальные сроки количество растительных остатков это еще одна насущая проблема которая у нас сегодня присутствует в поле вы помните что зажигать солому по законодательству сейчас у нас нельзя это хороший агроприем но к сожалению экологические нормы заставляют нас отказаться от этого приема тем не менее есть такая проблема это большое количество растительных остатков после колоссовых культур то есть к чему это может у нас приводить может приводить неравномерному распределению семянок в поле особенно это касается случаев когда используются сейлки с сошняками анкерного типа то есть мы знаем с вами если большое количество соломы будет на поверхности анкерная сейлка она не прорезает солому она идет сверху то есть набирается она и соответственно у нас очень часто забиваются эти анкеры и получается что у нас с вами просева а потом идет просев 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 потом раз и куча высыпала семянок то есть эта проблема есть поэтому здесь нужно обращать на это внимание кроме того солома при разложении соломы выделяется большое количество фенольных и органических кислот муравьиная кислота щавелевая кислота и так далее и собственно говоря может приводить это вот к таким последствиям на подсолнечнике то есть мы с вами здесь можем видеть полное отмирание корневой системы или частичное ее и соответственно можем видеть хлорозы на листьях подобно хлорозам от последействия каких-то химических препаратов в частности я говорю сейчас о гербицидах поэтому рекомендуется все-таки наверное проводить качественную предпосевную подготовку поля и удалять растительные остатки возможно применение компенсационных доз азотных удобрений для того чтобы ускорить расложение соломы в поле еще одним аспектом немаловажным является ранний посев вспомните прошлый год у нас зимы были сухие в принципе зима была сухая и хозяйства подошли к посеву раньше начали сеять на 2 а то и 3 недели раньше оптимальных сроков посева во всяком случае на юге это точно соответственно к чему это у нас могло приводить во-первых мы с вами помним что оптимальные сроки посева это когда температура на глубине заделки семян будет от 8 до 12 градусов то есть с 8 градусов начинается процесс прорастания то есть идет процесс прорастания а 10-12 температура это является оптимумом для семянки находящейся на глубине заделки в почве соответственно при низких температурах как у нас произошло в прошлом году многих товаропроизводителей вышли раньше как я уже говорил и соответственно семянки у нас могли просто не всходить то есть очень снижалась у нас всхожесть за счет того что семянки долго лежали в почве без активности и соответственно они начинали поражаться гриповыми заболеваниями и болезнями в этом случае что мы можем с вами получить это просто изреженный посев и низкое качество семян отсюда у вас возникают вопросы к семенным компаниям ваш семена не всхожи ну видите ли очень много в прошлом году я столкнулся с такой проблемой что по сертификату мы видим 98% схожесть приезжаем на поле и насчитываем там порядка 70% начинаем раскапывать семена они просто там загнили кроме того к чему может приводить еще холодовой стресс или перепады температур холодовой стресс может приводить также к неправильному развитию растений то есть срастание семидолей как вы можете видеть на данной фотографии образование так называемой рюмочки то есть это является последствием именно холодового стресса низких температур именно на начальных этапах развития кроме того стоит отметить что есть ряд гибридов на рынке которые скажем так генетически имеют более низкую устойчивость к данного типа стрессу то есть это тоже нужно обращать внимание скорее всего вы об этих гибридах знаете и так далее соответственно что мы еще можем с вами заметить мы с вами можем увидеть удлиненность удлинение либо семидолей либо первых двух пар настоящих листьев соответственно увидя такую картину в поле первый вопрос какой гербицид применяли в прошлом году окей гербицида никакого не было после действия гербицида какого-то мы можем исключить соответственно мы тогда уже смотрим когда это было посеяно какие были температуры смотрим анализ архивных данных погодных условий и мы видим что были низкие температуры то есть почвы при посеве соответственно холодовой стресс может проявляться еще и таким образом естественно это задержка в развитии безусловно оно не погибнет это растение оно будет расти но естественно будет задержка в развитии и соответственно снижение урожайности кроме того на что нужно еще обратить внимание что еще случается при раннем посеве в холодную почву мы можем с вами видеть вот такие иногда искривления о проростке подсолнечника. Чаще это можно увидеть на кукурузе, но также это можно отметить на подсолнечнике, как я уже отметил. Соответственно, из-за чего это происходит? Это проявление термотропизма. Оно происходит из-за того, что растение всегда растет там, где теплее. Соответственно, если низкие температуры ночью на поверхности, растение начинает думать, я не туда расту, мне нужно расти туда, потому что почва теплее. Оно начинает искривляться, днем, опять же, повышается температура, растение, ой, я опять туда расту, и начинает расти вверх. То есть вот этот так называемый штопор, который образуется на растении, безусловно, ведет к дополнительному расходу питательных веществ, которые находились в семидолях, в семени, собственно говоря, и, соответственно, это приводит к задержке развития. На что нужно обращать внимание, в первую очередь, как решить эту проблему, это избегать ранних посевов и учитывать класс гербицидов, которые вы применяли в предшествующей культуре. Еще одним немаловажной проблемой является это вредители на ранних этапах развития. Мы с вами знаем, что есть такой вредитель, как проволочник у нас, но мы научились успешно с ним бороться, применяя препарат Крузо по обработке семян. Соответственно, также у нас есть менее распространенный, но не менее опасный вредитель, это озимая совка. Есть тоже препараты для обработки, но с этим, честно говоря, вредителям бороться достаточно сложно. И внизу вы можете видеть последствия работы или вредоносности этих вредителей. И, соответственно, нужно обратить внимание на грызунов и на птиц, потому как молодые сочные растения, нежные, которые появляются, активно могут повреждаться данными животными. Кроме того, не стоит забывать и о долгоносиках. Долгоносики – это тоже нередкая проблема на посевах подсолнечника, то есть активно повреждают семидоли у подсолнечника, соответственно, что чаще всего приводит к задержке развития, потому что семидоли нет, запаса питательных в час нет, и, соответственно, растению очень сложно выбраться из этой так называемой дефицитной ямы, если можно так выразиться. Также не стоит забывать и о слизнях. Что такое слизни? Это основная проблема хозяйств, которые работают по нулевой технологии. То есть в классической технологии мы это видим крайне редко, а в технологии наутил, так называемой, мы это можем часто наблюдать. Какие способы решения этой проблемы? Это применение протравителей инсектицидных, то есть это касаемо заводской обработки, я, конечно же, говорю, и применение маналискицидов в случае, если у вас есть вредители слизней. Кроме того, на более поздних этапах развития мы с вами можем отметить появление других вредителей, таких как совки, репейницы и муравьи. Ну, если совки и репейницы, это вопрос такой, да, достаточно распространенный, многие о них знают, как бороться, да, мы все знаем применять инсектицидные препараты, да, по вегетации, то еще есть один проблемный, тяжело назвать вредитель, но так оно и есть, это муравьи, да, то есть дерновые муравьи, они повреждают черешковую и стеблевую часть, то есть, по сути дела, нарушают проводящую систему молодого растения. Это, естественно, приводит к задержке роста, развитию, там, снижению ассимиляционного аппарата листовых пластин и так далее. Что делать? Инсектицидные препараты по вегетации. И моя презентация закончилась. Иван. Иван. Игорь. Ваня, случились трудности, сейчас переподключится. А, техническая часть, ага. Сейчас, да, что-то у вас с компьютером случилось. Так, Володь, ты можешь это продолжать или мне тут? Нет, я могу продолжить, но... Да, продолжи, пожалуйста, за Ивана, вот, а потом, когда он подключится, он тогда продолжит, хорошо? Хорошо. Немножко пошло, видите, не по плану, но техника есть техника. Коллеги, я на связи. Я прям хотел вам твой хлеб, где есть хотел прям, уже начать твою часть рассказывать. Что ждут все. Спасибо, но в следующий раз. Добрый день, коллеги, еще раз. Хотел бы представиться, меня зовут Афанасиоан, компания Сингента, я отвечаю за группу технических экспертов по семенам подсолнечника. И сегодня я хотел бы в своей части пройти именно те наиболее типичные ошибки, которые мы с вами допускаем в течение уходных мероприятий. Что из себя представляют уходные мероприятия? Конечно же, они начинаются уже с момента посева, который включает прикатывание в некоторых территориях и на технологиях, где по классической технологии возделывается подсолнечник. Это оборонование, это междурядные обработки. Причем междурядные обработки, если раньше с выходом таких производственных систем, как Клеофилд, Клеофилд Плюс и технологии Сульфа, мы все-таки переключились и не проводили какие-то междурядные обработки. То есть сейчас мы видим, что хозяйство возвращается в том числе и на междурядные обработки, в том числе и на производственные системы и технологии. Это связано с тем, что часто формируется корка, формируется заплывание на почве, растению необходимо дать воздух и, соответственно, этот метод, он находит возврат в технологию. Конечно же, немаловажный вопрос – это внесение гербицидов, это подкормки по листу, это внесение фунгицидов, инсектицидов. Но я бы хотел сегодня рассказать больше о вопросах, связанных именно с техническими моментами, которые с нами могут произойти, когда мы выполняем операции до внесения фунгицидов. Первый этап. Сейчас современные селки оснащены каточками, которые фактически создают плотный контроль, плотный контакт между семенами и почвой, что дает дружные всходы. Поэтому в 98-95% случаев не требуется дополнительное прикатывание. Если же в случае, когда у вас формируется сухая погода и горизонт влаги находится на глубине 7-8 см, и вы уже на пороге находитесь, и для того, чтобы подтянуть эту влагу, да, бывает, что прикатывание кольчеспоровыми катками, оно производится. Но ни в коем случае не делайте прикатывание гладкими катками, потому что, как всегда, эти вопросы потом вылазят негативно. Я приведу два примера. Это вот здесь в одном хозяйстве две совершенно одинаковые технологии, по которым возделывался подсолнечник. Подготовка почвы была одинаковая, предшественники были одинаковые. Но здесь что была разница? На вот этом участке, где провели баранование, потом провели прикатывание гладкими катками и прошел ливень. Да, то есть этот участок готовили для того, чтобы в течение вегетации контролировать сорняки без гербицидов. Да, это кондитерский подсолнечник. И что происходит в этом случае? Да, вот эта корка, которая сформировалась в зонах, где есть сильные ветровые бури, в этом году даже они доходили до центральной части Российской Федерации, да, то есть даже не в тех зонах, кто являются ежегодно попадают под эти вопросы, то происходило истирание тонких тканей, и фактически это приводило к тому, что некоторые растения просто повыпадали, да, и, соответственно, это приводило вот к таким вот вопросам. Вот это на слайде два подхода. С левой стороны это сделано баранование и прикатывание в одном хозяйстве, и в этом же хозяйстве только произвели посев и внесение почвенного препарата гордогол, да, то есть участки находятся по диагонали, то есть сказать, чтобы там дополнительно как-то прошли осадки, как-то что-то сделали. Нет, здесь именно вопросы, которые связаны непосредственно с техническими операциями, которые могут приводить. То есть здесь, там, где мы бросили посев, только посеяли и внесли почвенный препарат, ничего не производили, вот эти вот бугры и ложбинки, которые формируются на поле, они не создают большой разгон ветра, что приводит к тому, что растения сильно так не деформируются и не истираются корку фактически. Плюс на данных участках, вы видите, корка образовалась не такая сильная, да, соответственно, эти посевы дали довольно неплохой урожай. Следующий этап, который хозяйство использует, особенно там, где используются агротехнические методы контроля сорняков, это баранование. Как правило, бывает довсходовое баранование, или его еще называют слепое баранование, и послевсходовое баранование. Довсходовое баранование, основной задачей это убрать сорняки в фазе белой ниточки, убрать корку, и в некоторых случаях это выровняет поверхность почвы. Если мы говорим за повсходовое баранование, то здесь она обычно проводится в фазу 4-6 настоящих листьев, когда растение уже укоренилось, и, как правило, стараются выезжать ближе к обеду, для того, чтобы растения подсолнечника немножко потеряли тургор, чтобы не были такими ломкими. Сейчас современные бороны штридельного типа, ротационные мотыги, они вообще минимизируют повреждения растений подсолнечника, и фактически могут использоваться довольно неплохо. Но какие основные ошибки чаще всего формируются? Если мы заговорим за довсходовое баранование, то если мы затягиваем с обработкой, проведением данной операции, либо, наоборот, делаем глубокую обработку, то есть мы ставим штридельные бороны в атаку, когда получается зуб бороны заглубляется до глубины заделки семян, либо до проростка, то может происходить облом проростка. Чаще всего, конечно же, агрономы эту тему регулируют, и смотрят, и копают. Но, как правило, где сталкиваются вот с такой проблемой по довсходовому баранованию? Там, где, например, либо осадки перебили и не успели вовремя сделать баранование, либо там, где на поле присутствует несколько гибридов, то есть когда разные гибриды по-разному стартуют на начальном этапе. То есть, как правило, экстенсивные гибриды, они очень быстро развиваются и быстро стартуют. И иногда меряют по интенсивному гибриду, который менее хорошо развивается на начальном этапе, а фактически могут поломать именно экстенсивный гибрид, который более быстро стартует. Поэтому здесь, конечно же, смотреть, ходить в поле, откапывать, на какой глубине находится проросток, и фактически проводить это мероприятие. Также еще довсходовое баранование бывает иногда, даже когда еще растение, проросточек еще не тронулся, либо только начинает трогаться, бывает такое, что мы производим смещение семян в рядах. Это, конечно, в принципе, не проблема, если мы говорим за гербицидные технологии, но если мы в дальнейшем будем планировать здесь какие-то междурядные обработки, то, конечно, это нам создаст вопросы с вырезанием этих растений. Здесь, конечно, смотреть на вымеление бараны, и, в принципе, еще помогает способ это немножко взять по диагонали, потому что если мы ходим именно по рядам, то фактически мы можем одним-двумя зубьями выкопать именно те рядки, которые находятся и попадают в зону работы этих зубьев. При повсходовом барановании, ну, основные вопросы – это то, что рано заходим с баранованием, то есть растение еще не укоренилось, то есть мы заходим в фазу первой пары настоящих листьев, либо иногда даже у нас не всегда посев выровненный, да, бывает, что растение находится в фазе семидоли, а часть находится у нас в первой паре настоящих листьев, а ниточка вроде бы полезла. Понимаем, что дальше мы бараной здесь уже не справимся, не вычешиваем, соответственно, иногда это толкает хозяйство на то, чтобы раньше зайти. Растения не укоренились подсолнечника, это может привести к тому, что мы просто увеличим процент вот этого растения, который мы повреждаем и фактически снижаем густоту стояния растений к уборке. Поэтому обратите на это внимание. Следующие вопросы связаны с междурядными обработками, и в принципе здесь основными проблемами являются это формирование так называемой борозды, которая формируется либо от окучника, либо формируется от лапы 330-й, либо там 270-й, в зависимости у кого какие, получается, культиваторы стоят. Выгребание, получается, земли из рядка, и потом при наступлении засушливых условиях эта бороздка, она просто трескается, да, и формируется как глыбы, карты, как кто как называет, да, то есть и фактически это приводит к таким проблемам. Поэтому здесь основным вопросом, даже если вам требуется провести уборку сорняков в междурядях, то постарайтесь за, получается, за культиваторной лапой поставить еще два долота, либо кто-то драпачи это называет, которые бы засыпали фактически вот эту ложбинку, которую формирует хоть окучник, хоть это формирует, получается, сама лапа, да, поэтому вот эти основные ошибки, которые они есть при междурядных обработках. Я не говорю, конечно, о параллельности там хождения по рядам, это может произойти с любой операцией, то есть подрезание растений. Как правило, если мы с вами не попадаем на междуряде, мы можем с вами вырезать не один рядок, а как раз-таки сразу вырезаем 8 рядов, да, то есть как бы на всю секцию. Поэтому на это обращайте внимание. Дальше, какие вопросы у нас возникают, если мы работаем по классической технологии, но применяем при этом почвенные гербициды, основной вопрос, конечно, становится с эффективностью почвенных гербицидов. Я не буду здесь долго фокусироваться. Я предлагаю вам пройти на сайт компании Сингента, найти 7 золотых правил работы с почвенными гербицидами для того, чтобы минимизировать риски получения низкой эффективности при работе с почвенными гербицидами. Я бы, в свою очередь, больше акцентировал на выборе почвенного гербицида. То есть обращайте внимание, какие действующие вещества входят в почвенные препараты, как они работают, какую характеристику они имеют, потому что мы можем с вами посмотреть период полураспада, посмотреть характер действия препарата, то есть работает он на проросток, либо он работает на именно ингибирование фотосинтеза, либо это, получается, контактный препарат. То есть с каждым препаратом будет определенный регламент работы, потому что лучше, конечно, чтобы это были комбинированные продукты, которые содержат, например, ингибитор проростка и ингибитор фотосинтеза. В этом случае мы, конечно, больше имеем спектр, получается, по сорнякам, плюс эффективность при различных условиях, как засушливых, так и, наоборот, при высоком увлажнении. Особое внимание уделите препаратам, которые относятся к группе контактных, содержащих действующие вещества оксифлофен и флумаксозин. То есть это связано с тем, что препараты обладают еще и фитотоксичностью на подсолнечнике. Это типичная картина, я думаю, каждый агроном видел в свое время, когда работали ацетохлорами. Кто сейчас использует продукты на основе пропезохлоров, сталкивается с деформацией первой пары настоящих листьев, второй пары настоящих листьев, бывает семидоли подожженные. То есть в таком формате именно показывают себя хлороцетамиды. Если же мы говорим за контактного действия препараты, яркие представители – это оксифлофен и препараты на основе флумаксозина, то обратите внимание, вот такая фитотоксичность, она может проявляться на подсолнечнике. Многие, даже, я не знаю, представители компаний считают, что вот этот стресс помогает как-то активизировать подсолнечник. По факту мы с многими агрономами, когда делали опыты, мы видели, что потеря вот такой фитотоксичности, они зависят, конечно же, от потенциала урожайности подсолнечника, но в практике мы видели, что потери от проявления фитотоксичности контактными препаратами могла доходить до 5-7 центнеров на гектар. Чаще всего это 2-3 центнера на гектар, вот эта фитотоксичность, она в конечном итоге отражается в финале. Одно из действующих веществ на основе флумаксозина, она еще и зарегистрирована как ранний послевсходовый препарат. Если вы решаете, что в классическом подсолнечнике у вас возникли проблемы, 300 раз подумайте, сделайте, может быть, там какой-то 5 гектар себе, там какой-то кусочек посмотреть, но не планируйте это сразу на всю площадь, потому что вот такие вот растения формируются после обработки данными препаратами, и фактически это, конечно же, урон и снижение потенциала подсолнечника в итоге. Немаловажным вопросом, относящимся, независимо от технологий, классическим к клеофилд, клеофилд плюс производственным системам, либо это технология сульфа, обращайте внимание на последействие тяжелых сульфанилмочевин, которые использовались в предшествующих культурах. Особенно это будет актуально для тех хозяйств, которые сейчас планируют, может быть, пересев зерновых культур, которые погибли, либо находятся в таком пороговом состоянии, но мы с вами еще подробно об этом поговорим, поэтому обращайте внимание, проверяйте тарные этикетки тех продуктов, которые вы использовали в предшествующих культурах. Также как бы непосредственно есть и после действия таких действующих веществ, как аминопиролит, коллапиролит, то есть вспоминайте, что использовали в течение вегетации в предшествующих культурах для того, чтобы не получить проблемы в течение вегетации. Итак, мы подходим с вами к производственной системе клеофилд, которая включает непосредственно специализированные гибриды под данную технологию и внесение препарата Каптора, либо другого гербицита для производственной системы клеофилд. Если касательно нормы применения, то литр мы с вами выбираем дозировки, если сорняки находятся в узмиевомой фазе, до фазы двух-четырех настоящих листьев, злаковые не пошли еще в кущение, и риск проявления заразихи он низкий. То есть если, конечно, мы уже перешагнули эти, получается, сроки, то есть и сорняки у нас переросли до фазы четырех-шести настоящих листьев, злаковые сорняки пошли в кущение, то однозначно мы должны использовать максимальную дозировку, которая зарегистрирована на продукт, она на культуре. И плюс это же касается и если у нас есть высокий риск проявления заразихи. По производственной системе клеофилд плюс рекомендации тоже самые, то есть фаза применения 4-6 настоящих листьев у подсолнечника. Если у нас сорняки находятся в уязвимой фазе, то мы выбираем препарат листега про, то есть это препарат для производственной системы клеофилд плюс, либо каптора плюс в минимально зарегистрированных дозировках, либо продукты, которые также включены в производственную систему клеофилд плюс. Если же мы говорим с вами за технологии, когда сорняки переросли, то, конечно, нам уже нужно будет брать максимально зарегистрированные дозировки. Это листега про 1 литр на гектар, и каптора плюс это 2 литра на гектар. Какие основные ошибки чаще всего, которые встречаются как в технологии производственной системе клеофилд, как и клеофилд плюс? Конечно же, это низкие дозировки использования продукта, либо неправильная фаза применения именно в разрезе сорняка. Слева первая фотография, слева направо. Здесь применялся литр препарата для производственной системы клеофилд, но при этом фактически растение находилось в фазу 8 настоящих листьев у амброзии. То есть это очень переросшие растения, тяжело их отконтролировать. Вторая фотография – это амброзия, которая обрабатывалась 0,85 литра препарата для производственной системы клеофилд. И здесь именно вопрос связан с тем, что сорняки были немножко переросшие, плюс мы использовали минимальную дозировку. То есть здесь как раз-таки произошло наиболее типичные ошибки, которые происходят. Дальше мы видим такую же ситуацию по низкой дозировке и неправильной фазе применения именно в разрезе заразихи, потому что они взаимодополняемы как по сорнякам, так и по заразихам. Еще одна ошибка, которая чаще всего допускается хозяйствами. Большую часть времени мы на семинарах, не только мы, но и другие семейные компании, компании-производители, производящие гербициды для производственной системы клеофилд. Мы говорим о том, что, ребят, не надо делать смеси, не надо смешивать ни с какими агрохимикатами. Пробуйте, получается, через год не получается. Приходим с тем, что начинаются вопросы по фитотоксичности. И чаще всего, как правило, то есть те компании, которые вам продали эти агрохимикаты, уверяют, что да, все-все хорошо, можете мешать. Но по факту потом на разбор претензий чаще всего приезжает семенная компания, либо, получается, компания, которая продала вам гербицид. Поэтому напоминаем, агрохимикаты, минеральные удобрения, карбамиды и так далее не смешиваем, не даем совместно с продуктами для производственной системы клеофилд, клеофилд плюс. Еще одна проблема, которая вылазит, особенно в хозяйствах, где есть вертикальная система принятия решения. То есть когда один из агрономов принимает решение, что подразделение или холдинг начинает работать гербицидами. Это вопрос стрессов. То есть вопрос, когда растение находится в стрессе, это пример сезона 2020, когда у нас температура 14 мая, а также 24-25 мая ночью опускалась до минус 2 градусов. И хозяйства, кто работали в этот период, либо 3 дня до, либо 3 дня после этого клеофилдического периода, получили проявление фитотоксичности. Самые жесткие поля имели вот такое проявление фитотоксичности, независимо от того, какая-то семенная компания продавала эти семена, независимо от того, какой это гербицид был. То есть вот здесь как раз-таки наложение факторов того, что растение находится в стрессе, а мы идем с обработкой фактически гербицидами. И более того, вы посмотрите на графике, если не знаю, видно, не видно, сейчас я попробую выделить указателем. То есть 14 мая температура опустилась до минус 2, и представьте, в день уже, то температура подскочила до 24 градусов. То есть растение находится в таком, можно сказать, на перепути. То ли и ей погибать, потому что оно вегетирует, и температура упала не то, что до биологического минимума, меньше 5-8 градусов, но и вообще ушла как бы в минуса. А с другой стороны, тут идет, наоборот, быстрый рост, нарастание температуры. И, соответственно, растение в таких вот стрессовых условиях при больших перепадах тоже проявляет, это получается стресс от применения гербицидов, он еще значительно усилился. Та же картина, получается, была, когда применяли продукт 24-25 мая и 3 дня до, 3 дня после. И причем было интересно с некоторыми хозяйствами, которые начинали, например, работу с 10-го, большие хозяйства, и заканчивали условно 26-го, 27-го мая. Они увидели, например, 10-го, то, что работали хорошо, с 11-го, 12-е, 13-е и по 17-е число. Есть вопросы, потом окно, вообще никаких вопросов нету ни к одному участку, то есть это числа там с 17-го мая и где-то по 21-е мая. Вопросов нету, и дальше опять начинаются в преддверии заморозков, начинаются опять, получается, вопросы, связанные с проявлением фитотоксичности. Коллеги, меня нормально слышно? Ага, окей, хорошо. Следующая типичная ошибка, но она фактически присуща абсолютно всем технологиям, независимо от культуры, это вопросы с перекрытиями. То есть на перекрытиях, когда мы формируем двойные, тройные дозировки препарата, двойные, тройные дозировки препарата, и фактически это приводит к тому, что у нас погибает культура на таких вот зонах перекрытия. Что это может, как можно это исключить? Я видел практику в многих хозяйствах, даже те хозяйства, которые имеют современнейшую технику, используют такой прием. То есть после посева контур поля обрабатывается почвенными препаратами, независимо от технологий, которая применяется, и от гибрида, который применяется на подсолнечнике. И дальше края повторно не обрабатываются, для того, чтобы вот этих вот выжженных участков, их просто не было непосредственно на поле, а просто ходят уже непосредственно и работают непосредственно весь массив. То есть и таким образом уходят от вот такой картины, особенно если это участки, находящиеся где-то на федеральных трассах, где-то применкают, и где какое-то руководство может лишний раз задать вопросы, что у вас случилось. Другие типичные ошибки, они связаны больше всего это с либо с теми операциями, которые мы проводим непосредственно в поле. То есть есть часть хозяйств, которые еще готовят непосредственно рабочий раствор в поле. И когда мы заливаем препарат, обращайте внимание, чтобы препарат не ложился на дно, а заливался хотя бы, чтобы в бочке присутствовало 50% воды. Вот пример. Это Саратовская губерния, Саратовская область. И вы видите, что в опрыскиватель налили препарат для производственной системы Клеофилд. Он более тяжелый по плотности, чем вода. И, соответственно, это привело к тому, что сначала насос подхватывал именно препарат, а не рабочий раствор. Гидромешалка работала нестабильно. Соответственно, это привело к тому, что мы сначала получили участок, который выжженный, а дальше мы по мере того, как опрыскиватель двигался, видели потихоньку снижение эффективности. И в конечном итоге, наоборот, он здесь работал уже на обратном ходу. Он работал уже более раствором, менее концентрированным, что приводилось. Здесь спалили, а здесь потом получили заразиху. То есть, потому что недостаточная эффективность по работе с сорняками. Другой момент – это настраиваете технику и проверяете ее до момента выхода в поле, потому что очень часто еще бывает такое, что происходят перескоки, и увеличение происходит нормы рабочего раствора. Вот как на фотографии номер 5, когда ходили-ходили, все нормально было, и потом в какой-то момент просто произошло, что норма рабочего раствора увеличилась в два раза. Когда пришли в обратную сторону, увидели, что рабочий раствор, который нужно было на два круга, выработали за один круг. Вот так вот происходит, бывает в производстве. Следующая наиболее типичная ошибка, ребята, о которой мы говорим на каждом мероприятии, предупреждаем, предупреждаем не только мы, но и другие семейные компании, что гибриды для производственной системы Cleofield или Cleofield Plus должны обрабатываться гербицидами, входящими в эту систему. То есть, если вы используете дженерические какие-то продукты, то это делается на ваш страх и риск. Плюс еще какой момент, сейчас появляются продукты, которые содержат более жесткие и медозаленоновую группу, и, соответственно, это может приводить к тому, что у вас не только могут быть вопросы фактически в культуре, но это может потом затронуть еще и действия в последующих культурах. Основные выводы по поводу производственной системы Cleofield, Cleofield Plus, то есть на гибридах Cleofield Plus использовать только зарегистрированные продукты и входящие в эту систему, не использовать при температурах ниже 10 и свыше 25 градусов, не смешивать с фосфоорганическими инсектицидами, макроудобрениями, стимуляторами роста, какими-то агрохимикатами, аминокислотами. Не надо этого делать, потому что чаще всего даже не сам элемент вызывает фитотоксичность, а именно те адюванты и всякие полимерные решетки, которые входят фактически в препараты, агрохимикаты, которые вызывают проявление, именно более сильного проявления фитотоксичности. И также учеба 2020 года и не очень хорошая ситуация. Избегайте применения продуктов именно когда у вас растения находятся в стрессе. Либо это перепады, либо это заморозки, то есть температур. Обращайте на это внимание. Лучше там оттяните 2-3 дня, переждите, но не обрабатывайте посевы, нежели чем надо быстрее работать, потому что можем потом фактически получить урон урожайности до минус 30%, если получаем довольно жесткую фитотоксичность. Следующий блок – это блок по технологии сульфа. Здесь применяется от 25 до 50 грамм препарата экспресс вместе с трендом 0,1% на гектар. Чаще всего какие допускаются ошибки? Ошибки допускаются – это низкая доза или неправильная фаза применения. То есть когда у нас сорняки перерастают в фазу уже двух настоящих листьев, а мы используем с вами минимальные дозировки, 25-30 грамм препарата экспресс. Либо наоборот мы затягиваем с обработками, дотягиваем, когда у нас амброзия, марш, и рица там фактически переросли, и пытаемся опять же теми же дозировками 40 грамм пытаемся исправить ситуацию, потому что по бюджету заложено. В этих случаях, конечно, нужно работать уже более мощными дозировками, доводя до 45-50 грамм на гектар, и при этом, конечно же, следить за состоянием сорняков. Не повторяем, не устаем повторять вопросы, связанные нельзя смешивать с противозлаковыми гербицидами, нельзя смешивать с фосфоорганическими продуктами, инсектицидами, нельзя смешивать с агрохимикатами. Каждый год получаем вопросы, и каждый год возникают вопросы. Но только не у всех сразу, а через одного. То есть раз в 3-4 года те хозяйства, даже те, которые успешную какую-то практику имели применение данных смесей, все равно натыкаются на такую проблему, как проявление фитотоксичности от применения таких смесей. Как это выглядит на начальном этапе? Они немножко отстают по высоте, и фактически вот в таком состоянии выглядят. Другие вопросы, это также смеси с агрохимикатами и передозировки. То есть, ребят, ну написано, то есть фактически рекомендуем не смешивать. То есть это не просто так, что компании хотят вас дополнительно заставить еще там тратить средства на ГСМ. Здесь вопрос именно стоит в том, что изучив те риски и те вопросы, которые проявляются, то мы фактически хотим избежать потерю урожайности, снижения потенциала урожайности наших растений. Так, ребята, меня нормально слышно? Так, коллеги. Ага, окей, хорошо. Итак, мы подошли к выводам по сульфотехнологии. Я уже обобщил, да, то есть это вопросы, связанные со смешиванием продуктов. Нужно исключать это. Необходимо соблюдать интервал 7-10 дней, если мы работаем противозлаковыми гербицидами, если мы работаем агрохимикатами, и плюс, как бы, так же, как и по клеофилд-клеофилд-плюс производственной системы, избегаем применения продукта, когда растения находятся в стрессе. Другой немаловажной проблемой, которая сейчас стоит перед хозяйствами большей части Российской Федерации, особенно центральной части России, части юга, по Волжье. Это вопрос ситуации с озимыми пшеницами. Мы очень много видим, что хозяйство отбирает монолиты, очень вызывает тревогу то, что часть монолитов не прорастает. Мы видим, что есть выпадение, получается, по озимым культурам. И по данным Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры рынка, Росгидромедцентра, Российской Федерации, по данным Минсельхоза, в плохом и невзошедшем состоянии на 5 марта, это одна из последних оценок, находится порядка 4,5 миллиона гектар. Это очень высокие показатели. То есть ежегодно, конечно, у нас этот процент плохих и невзошедших колеблется в пределах где-то 5-7%, которые имеют риск попасть под пересев. По данным Росгидромедцентра, очень высокий риск для пересева имеют где-то 1,4-1,8 миллиона гектар. И сейчас мы уже видим, что по таким территориям, как Воронежская область, часть Ростовской области, Волгоградская область, Курская, Липецкая, Тамбовская, хозяйство все чаще и чаще, как поля открылись, снег сошел, мы видим, что проблема с озимыми, она присутствует значительная. Причем основными предшественниками, я здесь указал, являются где-то соя, где-то рапс, где-то горохи, зерновые, тот же подсолнечник и так далее. И здесь, конечно же, будет очень много зависеть от того, какое количество растений фактически у нас уйдет и фактически будет дальше развиваться, то есть какое количество растений осталось. У нас немножко улучшилась статистика по Ставропольскому краю, то есть наступили более теплые условия фактически, и мы видим уже, что немножко подтягивается ситуация, но все равно как бы по Ставропольскому краю еще есть вопросы. И главный вопрос, который сейчас стоит перед хозяйствами, что делать? То есть кормить, ремонтировать или все-таки уже принимать жесткое, твердое решение, это пересевать погибшие зерновые. И здесь, конечно, мы проработали с несколькими хозяйствами, какие варианты вообще рассматриваются. То есть часть хозяйств говорит о том, что мы ничего не будем делать, то, что есть, какая технология существует, то мы оставляем, особенно на участках, где вообще считается среди агрономов, что перезимовавшие где-то 150-170 растений на квадратном метре либо 1 500 000, 1 700 000 является таким каким-то порогом, для фактически того, чтобы посевы оставить. Да, это так, и большая часть хозяйств к этому прибегает, но сейчас ввиду того, что увеличивается стоимость на ГСМ, на средства производства, на та же арендная плата, то есть сейчас многие хозяйства уже приходят к тому, что 180 где-то, 180 растений на квадратном метре, то есть 1 800 000, 1 900 000 – это вот такой пороговый получается элемент для того, чтобы оставлять эти посевы и дальше оставить их и проводить подкормки по внесению гербицидов, фунгицидов и так далее по технологии, то, что по технологической карте заложено. Те же хозяйства, которые имеют где-то порядка 150-170 растений на квадратном метре либо имеют зональность, потому что растения выпали неравномерно. Часть растений выпала непосредственно как раз-таки по буграм, где не заморозки во время зимы, которые были низкие температуры, если мы касаемся Ростовской области, Воронежской области, где снега еще были, а здесь именно критичными оказались именно низкие температуры, которые легли на голую землю. Для Белгорода, Курска и других территорий там другая была проблема, это притертая корка, которая составляла там до 10 сантиметров, и там, конечно, вопросы другого характера сложились. То вот для этих, получается, посевов хозяйство еще рассматривает вариант ремонта, но здесь при этом нужно вспомнить, что, как правило, вот эта вот смесь суржа, она, как правило, нами продается именно в животнооческие хозяйства. И я вот не знаю, я за время практики работы в сельском хозяйстве ни разу не видел хороших примеров, когда бы мы, ремонт озимых зерновых, проводя яровыми культурами, то есть той же яровой пшеницы либо яровым ячменем, чтобы мы идеально попадали. Потому что чаще всего происходит так, что яровая культура еще у нас наливает, а зимная культура уже начинает сыпаться, да, то есть поэтому нам приходится либо проводить десекацию, либо валять. Ну, в общем, там есть еще дополнительные моменты, связанные с такими посевами. Ну и плюс нужно учитывать, что сейчас в связи с тем, что многие хозяйства начали оценивать ситуацию, увидели, что дефицит, по семян, он, конечно, высокий. И сейчас там цена того же ярового ячменя, там яровая пшеница, доходит до 17-18 тысяч рублей за тонну. То есть нам дополнительно на такие условия нужно потратить порядка 2-2,5 тысяч рублей на гектар. Следующий момент, который рассматривается хозяйствами, это пересев горохом, нутом и соей. В принципе, это как элемент возможен, но нужно понимать, что здесь цены на затраты на гектар, они, конечно, формируются уже там от 8 тысяч рублей, потому что цена на горох, на семена, даже если это не какие-то суперпуперские репродукции, составляет порядка 28-30 рублей за килограмм, потому что сам горох сейчас принимают от 20 до 22 рублей без НДС. Касательно нута, ну вообще как бы эта тема нута, она всегда дискуссионная, потому что те хозяйства, которые научились возделывать эту культуру, сами попадали на волатильность возделывания этой культуры, бывает, что мы доходим чуть ли не до 60 рублей за килограмм продаем, а потом бывает, когда увеличиваем площадь производства, скатываемся до 15-16 рублей за культуру, и фактически приходим к тому, что цена его равняется с именением гороха, а по факту урожайность мы получаем в 2-2,5 раза ниже на нуте, нежели чем на горохе, плюс там есть еще свои вопросы, связанные с применением гербицидов, ассортимент не такой уж широкий, плюс по нуту сейчас один или два продукта, которые зарегистрированы по вегетации, но при этом оказывают довольно такое жесткое проявление на культуре. Следующая культура и, в принципе, один из вариантов, мы с хозяйствами обсуждали, это один из вариантов, которые сейчас просматриваются хозяйствами, это пересев соей, да, то есть цена на сырье довольно высокая, маржинальность неплохая, но здесь сейчас хозяйства столкнулись с таким вопросом, это вопрос связан со стоимостью семян, да, то есть и затраты сейчас, если пересеять сою, то это порядка 11-12 тысяч рублей на гектар необходимо потратить, сои хорошие мало, много вопросов возникает там зараженностью ее, но это отдельная тема. Следующий элемент, который рассматривается хозяйствами, это пересев просто зерновыми. Ну, здесь, конечно, опять же мы возвращаемся, что требуются дополнительные затраты порядка 3,5 тысяч рублей на гектар и высокий спрос на данную культуру. С некоторыми хозяйствами, когда говорим за тему пересева, кто-то считает, да я вот возьму там свои семена, у меня там ничмень есть, там есть горох и так далее, но мы иногда с вами забываем, что мы также эти семена могли реализовать, и фактически это те же затраты, да, то есть увеличенные, потому что цена, я же говорю, на ту же пшеницу, да, то есть составляет там 13-14 тысяч рублей доходе, да, то есть, соответственно, если умножить, это уже 3 тысячи рублей на гектар, мы дополнительно с вами вносим. Более современная и более такая вот стратегия хозяйств, которые, видя цену на подсолнечник, доходящий до 60 рублей, сейчас смотрят в сторону пересева погибших озимых зерновых именно подсолнечником. Это связано с многими вопросами, это связано с тем, что независимо от того, что, как сейчас складывается, компании по большинству случаев не подняли цены, да, то есть вот, видя ажиотаж с пересевом, не подняли цены на подсолнечник, на семена, плюс семена есть в доступе, компания Сингента подготовилась к этому моменту, и я могу сказать, наверное, поблагодарить коллег из отдела логистики, производства, маркетинга, юридического, кредитного отдела, которые приложили усилия и работали последние там 2-3 недели очень напряженно для того, чтобы обеспечить компанию пересев, я о ней подробно расскажу. И здесь, конечно же, пересев подсолнечником, он еще связан и с технической точки зрения благоприятно, в каком направлении. Это связано с тем, что гибриды, современные гибриды для производственной системы Клеофилд, ранние группы спелости, наиболее чаще всего вами и выбираются, потому что мы спросили хозяйство, чем вы будете, как бы, чаще всего пересеваете. Чаще всего мы услышали, что это технология Клеофилд, потому что это связано с техническими вопросами. У нас есть возможность отконтролировать сорняки. Чаще всего, если эти посевы после сои, гороха, рапса или того же подсолнечника, которые возделывались по Клеофилд-технологии, либо использовались и медозаленоновая группа, то мы боимся, например, ту же классическую технологию размещать или технологию под экспресс. Это связано с тем, что после действия, и, соответственно, видят в этом больше возможностей. Плюс есть возможность с помощью одного гербицида отконтролировать как культуру погибшую, так и, получается, отконтролировать те сорняки, которые присутствуют на поле. Поэтому этот вопрос. Некоторые хозяйства рассматривают пересев погибших зерновых кукурузой, но здесь, конечно, вопрос становится в дефиците семян. К сожалению, с этим столкнулись абсолютно все семенные компании. И засушливые условия 2020 года они аукнулись не только нам в производстве, но и, конечно же, и в производстве гибридов. Следующий момент, который рассматривается еще хозяйствами, это пересев льном масличным. И здесь, конечно, есть несколько моментов. Первый вопрос связан со спросом на семена. Сейчас уже цена хороших семян доходит до 70-80 рублей за килограмм. И в среднем дополнительные затраты составляют около 4 тысяч рублей для того, чтобы пересеять льном. Плюс и практика возделывания данной культуры говорит о том, что эта культура будет предпочтительной для засушливых территорий. Потому что если культурой льном мы начнем с вами пересевать Белгородскую область, Липецкую область, может быть, часть Воронежской области и других территорий, вы просто не увидите той маржинальности, которая существует на этой культуре. Потому что вы привыкли к совершенно другим урожаям по всем культурам. То есть да, если мы с вами возьмем там часть Ростовской области, Волгоградской области, засушливую территорию Воронежской области, мы с вами увидим, что да, льон как маржинальная культура может возделываться, да, мы можем его как на пересев. Но если это более жирные, получается, области, более жирные территории, обращайте внимание и рассматривайте варианты с другими маржинальными культурами. Если же касательно вернуться пересева подсолнечника, как правильно сделать пересев подсолнечника? Прежде всего смотрите на оценку действующих веществ, которые входят, которые использовались на предшествующих культурах. Здесь я в таблице собрал именно препараты, которые чаще всего имеют ограничения для подсолнечника, для классического подсолнечника, я акцентирую. Если мы говорим за имазомокс, имазопир и имазотопир, которые используются на сои, на горохе, на подсолнечнике, на рапсе, то фактически здесь есть ограничения по возделыванию таких культур, как сахарная свекла, проса, яровой рапс, подсолнечник классический, яровый ячмень при выпадении осадков менее 300 мм, если с момента внесения препарата до момента посева 300 мм не получили осадков, то, соответственно, могут возникнуть вопросы. Более расширенный такой список по ограничениям есть у наших коллег на территории Украины, то есть там еще включены НУД, ЛЁН, то есть это необходимо учитывать, если вы собираетесь сейчас пересевать, и я бы от этого прежде всего начал бы отталкиваться. Здесь решением, конечно, является выбор гибридов для производственной системы Клеофилд, либо той же Клеофилд Плюс, которые толерантны к действующим веществам и медозаленоновой группы. Следующий блок – это жесткие сульфанилмочевины, которые используются у нас на зерновых, где-то используются на льне масличном, совместно либо одна обработка идет МЦПА, и потом вторая идет с сульфанилмочевинами. Поэтому, если вы применяли такие действующие вещества, обратите на это внимание, то есть классический подсолнечник по этим полям сеять нельзя, плюс есть ограничения по бобовым, свекле, гречихе и так далее. В хозяйствах есть практика, когда на основании биотестирования данные участки сеют адаптированные гербицидами компании FMC, гербицидам Экспресс, и, конечно же, это не исключает, то есть и последействие может наблюдаться и в том числе на данных гибридах. Но из-за того, что у гибридов для данного сегмента есть толерантность к действующим веществам, к сульфанилмочевинам, это проявление значительно меньше. Поэтому на учет действующих веществ, которые вы использовали, обращайте первое внимание. Следующий вопрос. Существует два подхода именно в подготовке почвы для подпересев. То есть одна это классическая технология, которая включает одну-две культивации. Что мы положительно имеем от данного приема? Мы уничтожаем сорняки и фактически остатки культуры, которые у нас присутствуют на поле. Мы подсушиваем почву, проводим аэрацию верхнего слоя, где особенно заплывшие почвы, и при этом снижаем затраты на средства защиты растения. И в таких условиях мы можем с вами посеять абсолютно любой подсолнечник. Но в практике, что чаще всего с такими пассивами и технологией чаще всего происходит? Это потеря влаги, это подсушивание верхнего слоя, которое обеспечивает нам формирование как раз-таки равномерных и дружных всходов. То есть мы можем получить недружные всходы. Формирование глыб, особенно если у нас бывает корневая система той же зимы пшеницы, то есть фактически формируются как шарики на поле, глыбы формируются, и мы вот эти вот конгломераты, так называемые, мы их можем до самой уборки фактически с вами с помощью междурядной... В этих же ситуациях у нас нет возможности выйти для того, чтобы начать культивацию. Нам обязательно нужно, чтобы произошло подсушивание почвы. Это дает нам увеличение затрат на ГСМ. И еще один негативный, к сожалению, фактор, это при наличии большого количества многолетних сорняков, асотов, бодяков, юнков и так далее, мы за счет того, что нарезаем корневище, мы фактически увеличиваем количество сорняков, которые у нас потом негативно влияют на нашу культуру. И второй вариант, который сейчас все больше и больше набирает обороты, вот именно в вопросе, связанном с пересевом культуры, это фактически посев по минимальной или науливой обработке почвы гибридов для производственной системы Клеофилк, Клеофилк Плюс. Что мы решаем за счет этого вопроса? Это мы уничтожаем сорняки и остатки культуры гербицидами, это сохранение почвенной влаги, это получение равномерных сходов, это снижение затрат на ГСМ, это возможность проведения более раннего сева, то есть если мы на классической технологии с вами только заходим с культивацией, то здесь мы в этот период уже можем непосредственно с вами сеять. И это фактически снижение численности многолетних корнепрысковых и корневищных сорняков за счет того, что мы их не плодим, а наоборот контролируем. Здесь какие вот минусы этой технологии являются? Это дополнительная затрата на средства защиты растения, и у тех хозяйств, у которых нет селок для прямого сева, они чаще всего прибегают к тому, что даже вплоть до того, что арендует, просят соседей для того, чтобы посеять, пересеять под подсолнечник, то есть по данной технологии. Дальше вопрос стоит. Чаще всего мы с вами принимаем решения по перейти... Иван, одну секунду. Да-да-да. Да, Иван, смотри, можем мы перейти уже к условиям, потому что нам коллеги подсказывают, от нас отключаются уже слушатели, да? Вот, я думаю, это будет, наверное, наиболее интересная история. Понятно, у нас должны подойти гибриды ранней группы. Вот, давай подойдем к предложению, которое Сингента сейчас предоставляет на рынок, чтобы поддержать их воспроизводителей. Там буквально один масс-лайбер. Я предлагаю тогда таким образом поступить, что мы презентацию вышлем со всей информацией, которая у нас есть. И я хотел бы перейти, спасибо, Кирилл, именно видя, что у нас складываются сложные условия с озимыми зерновыми культурами. Компания напряглась. В некотором случае, получается, проявили дополнительная нагрузка на компанию, как со стороны финансовой, так и в целом по работе. Мы фактически даем дополнительную скидку по сертификату 500 рублей за одну пассивную единицу при заказе от 10 пассивных единиц. У нас хозяйство уже знакомо с темой ваучеров, так называемых, и сертификатов. В принципе, для того, чтобы уточнить эту информацию, вам достаточно обратиться к вашему непосредственному менеджеру, который закреплен на вашей территории, и уточнить, как правильно оформить заявку на получение данного сертификата. Более того, компания предоставляет возможность стопроцентной отсрочки платежа для хозяйств, находящихся, от центра до 31 октября. И для... ... 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 Спасибо. 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 поздравить с окончанием этой сессии, да, мы с вами проговорили и техническую часть, я надеюсь, там, кто владельцы бизнеса, пригласили своих агрономов, в любом случае запись этого вебинара будет доступна и в ютубе, и мы пришлем презентации, и так далее. Поэтому спасибо вам за хорошие, интересные вопросы, спасибо вам за то, что присоединились сегодня, у нас с вами было более 200 человек, да, онлайн. Опять же, повторюсь уже в сотый раз, если есть вопросы, обращайтесь к нашим представителям в территориях, и большое спасибо спикерам, которые сегодня с нами поделились своей информацией и опытом. Спасибо, ребят.